Главное для кузнеца поймать свой ритм, говорит Алексей Устеменко. Много лет подряд он вручную ковал металлические скобы, а вот к молоту, инструменту, который и позволяет делать вещи серьезные, долго не подходил. Потом сон приснился, я музыку услышал молота, пришел на работу, включил и давай шпарить на нем. После этого уже никто из коллег не вспоминал, что Алексей самоучка. Из-под его молота стали выходить вещи настолько живые, что не верилось самому. Он уверен, это дар свыше, и это даже лучше, чем богатство. Богатым можно стать. То есть, ну таких людей, их на планете, на всей планете, их может быть человек 80-100. Больше их не насчитать. Их нету, их вообще мало. Это единственная профессия, которая передается по крови. Я до мамки допытывался, почему я стал кузнецом. Почему? Потому что кузнецы тоже, они мне говорят, у тебя талант, у тебя в крови. А я мамку допытывал, допытывал, ну, говорит, в прадеда пошел. Несколько лет назад решил уйти в свободное плавание. И вот тут-то понял, что богатство – это тоже неплохо. От безденежья я хотел бросить кузнечное дело, но искренне верил, что есть где-то человек, который поможет. Так и случилось. Один обеспеченный знакомый купил ему дом. Следом появилась и собственная кузница. Алексей уверен, если следуешь своему предназначению, все в этом мире тебе помогает. А еще важно, чтобы родные были единомышленниками. Я его отправляю на охоту, не уходит ни на охоту, ни на рыбалку, никуда. В дальние поездки ездит со мной. Но везде со мной, без меня никуда. Поэтому так вот, значит, будем ковать с ним тоже вместе. Алексей говорит, конечно, сегодня за нужной вещью, будь то мангал, подкова или еще что-то, большинство людей пойдет в супермаркет. Быстро, дешево и как у всех. Но те, кому нужно что-то, во что вложена душа, скорее обратятся к такому мастеру, как он. Да все, что закажут. Но в основном вот шпажки тоже делал. Ну и как бы не просто шпажка, она, видишь, такая, как шпага. То есть прикольная. Как мясо надел, так приятнее есть будет со шпагой, чем просто железки. Ну и светильники вот такие делают. То есть как бы не просто светильник, а он в виде паука. Бах, вот так потолку его. Он как живой. Говорят, подкову если везти, чтобы везла, ну счастье, что было, ее надо найти, да. Ну а здесь-то как бы я-то могу и сделать, мне зачем ее искать. Илья Кочетков, Андрей Сегаев. День с толком.